Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. И в этом видео мы с вами рассмотрим 10-ю партию матча за звание чемпиона мира, которая состоялась сегодня, 23 апреля, и в ней белыми играл китайский гроссмейстер Дин Ли Жень. С4 сыграл китаец в ответ КНФ6, КНЦ3, Е5, КНФ3, КНЦ6. Это система четырех коней английского начала. В этой позиции белые чаще всего играют Ж3, Е3, либо А3, но Дин Ли Жень сыграл Е4. Здесь белые чаще всего выводят слона на Б4, но Ян Непомнящий ответил принципиальным слон Ц5. Черные захватывают контроль над пунктом Д4, но белые типовой жертвой фигуры, которая является временной, имеется ввиду ход КНЕ5, сбивают соперника с намеченного пути и переводят партию вот в такое интересное русло. После взятия КНЕ4, конечно, белые могли сыграть ФД4, так нередко играли сильные гроссмейстеры, но Дин Ли Жень пошел ферзь Ф3, подгоняя черного коня к размену на Ц3. Нужно отметить, что эта же позиция встретилась в партии Каунсенгири, чемпионат миру по облицу 2018 года. Там черные сыграли слон Е7 и после ферзь Ж3 пошли Ж6, вот так ликвидировав нападение на пешку Ж7. Слон А6, Д6, слон Е2, слон Е6, ладья Д1, ферзь Д7 и после размена на Д6, два нуля, Гирия пошел три нуля, слон Е3. И в дальнейшем оказалось, что позиция черных на ферзевом фланге не так уж крепка. Каунсен выиграл в 24 хода. Но в нашей партии черные сыграли слон С5. Это более сильное решение и после ферзь Ж3 с нападением на пешку, непомнящий сделал ход король Ф8. Черные добровольно отказались от короткой рокировки и планируют ввод ладьи в бой путем движения пешки Аш. Достаточно распространенный метод игры, который часто встречается в защите Каракан, во французской защите и других дебютах. Слон Е2 играет Дин Лежень, Д6, слон Ф4, ферзь Е7. Ладья Д1 и Аш5 играет Ян Непомнящий. Обещанная активизация королевской ладьи. Интересно, что эта же позиция встретилась в партии Непомнящего, который играл белыми, против малоизвестного кубинского мастера Фиде Кордоса. Это был титульный вторник на Чискоме, 2020 год. Белые в той партии затормозили пешку ходом Аш4, однако после размена слон Ж4 взяли-забрали, оказалось, что позиция черных не так уж плоха. Более того, белым нужно заботиться о равенстве. Лучше всего было сделать это с помощью рокировки. Ферзь Аш4, вот такой размен, далее Ж3, слон Д6, ну и получается примерно равное 4-х ладейное окончание. Но в нашем поединке белые сыграли иначе. Дин Лежень пытается усилить игру своего оппонента и сыграл 2-0. Именно этот ход явился теоретической новинкой. Однако, Аш4 сыграл непомнящий, прогнал Ферзя и агрессивно пошел Ж5. В дальнейшем можно будет пристроить короля, сыграв им на Ж7 и удобно закончить развитие. Впрочем, китайский гроссмейстер забирает на Д6 и партия переходит в окончание. После ладья Д6, слон Е6. Получилась вот такая интересная позиция. Формально у белых лишняя пешка, но, конечно, пешечная структура Дин Леженья на ферзьевом фланге оставляет желать лучшего. Поэтому, можно сказать, что компенсация у черных здесь есть. Они быстро налаживают взаимодействие фигур. После Ф4, король Е7, ладья Д4, взяли, съели и Аш3. Агрессивное намерение Дин Леженья показал ход Ж4. Можно было, конечно, скромно сыграть Ж3, но именно так пошел китаец. Ладья АЦ8, король Ф2, ладья Ц5. После А4, ладья А5 и приходится защищать пешку слоном. Черные играют Б6. У них по-прежнему не хватает пешки, но фигуры непомнящего стоят довольно крепко. Пешечная структура также весьма эластична. Пешка Аш3 не выглядит какой-то серьезной слабостью. Король Ж3 играет Дин Леженья, ладья А6, ладья ФЕ4 и король Ф8, развязывая слона. Шах и король перешел на Ж7. Ладья А8 и ладья Ц5. Ян Непомнящий приступает к упрощению позиции, которая в конце концов должно привести к итоговому ничейному результату. Забирает на А7 Дин Леженья. Взяли, ладья АЕ7, ладья Аш, Ц6. Черные готовят сильный нажим на пешку Ц3. Белые ставят ладью на Е5, пытаясь немножечко сбить соперника с намеченного плана, но Непомнящий предварительно разменялся на Е5 и элегантным ходом слон Б3 форсирует переход в ладейник. Взяли, съели, король Аш4, ладья бьет Б3, ладья Б5. Конечно, в пешечное окончание Непомнящий не идет, а ходом ладья А3 форсирует размен еще одной пары пешек. После взятий король бьет Аш3, Ф5 сыграл здесь Ян Непомнящий. Ничья становится неизбежной. Контрольным 40-м ходом Дин Лежень забрал пешку, ладья Ф4, ладья Б5, король Ф6, король Ж3. Позиция настолько ничейна, что черные могли тут даже на Ф5 не брать, а отойти ладьей по 4-й горизонтали. Но, конечно, взять ладья Ф5 наиболее простой путь к ничьей. Взяли, забрали Аш4 и после король Ж6, Аш5 сыграл Дин Лежень, король бьет Аш5. Соперники согласились на ничью. На доске остались голые короли. Вот так закончилась 10-я партия, в которой оба соперника бронемонстрировали довольно неплохую дебютную подготовку. Принципиальный вариант, в конце концов, привел к равному Эншпилю, и партия, как мы видели, без особых хлопот, закончилась в ничью. Таким образом, после 10-го поединка, счет стал 5,5 на 4,5 очка, по-прежнему в пользу Яна Непомнящего. Следующая 11-я партия будет сыграна завтра, в понедельник, 24 апреля. Белыми будет играть российский шахматист. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.